Всем привет, друзья! Вы на канале Смиру по пиву. Меня зовут Роман. И здесь я рассказываю о самом разном пиве со всего мира. Участвую в дегустациях пива как в России, так и за ее пределами. Открываю пиво у себя в секретной лаборатории на кухне. И вообще рассказываю о пиве всякие разные интересные вещи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И здесь всегда интересно будет всем любителям пива. Всем удачи и пенного настроения! Всем привет, друзья! Вы на канале Смиру по пиву. И сегодня у нас будет обзор немецкого пива Урайх, Лагер и Хэппи Байцен Хиль. Поехали! Прогуливались тут с Ипполитом Матвеевичем по уездному городу Бесов. И попался нам на пути один алканавт. Говорит, а вы пиво Юрич пробовали? Мы так переглянулись, обалдели. Юрич! Думаю, блин, Афанасия пробовали, Зятича пробовали, а Юрича еще не пробовали. Тем более, говорит, 59 рублей всего по акции. Забежали в магазин, смотрю, это оказывается не Юрич, а Урайх. Но, тем не менее, пиво взяли. Итак, Лагер у нас получается 4,8 градусов, 10,7 процента плотности. Варит это пиво немецкое пивоварня. Айхбаум, очень много она варит такой различной евролагерной шляпы. Ну, вот здесь у нас еще пшеничка. В пшеничке 11,8 процентов плотности, алкоголь 5,2 процента. Что хочется сказать про пивоварню Айхбаум? Более 335 лет назад Жан Д. Шейн из Волонии основал в Мангейме пивоварню, которую он назвал Айхбаум. Немецкий перевод его фамилии. Сегодня это один из крупнейших и наиболее эффективных пивоваренных заводов в Баден-Вюртемберге. Это самая старая компания в Мангейме, но также и одна из самых современных. Современные технологии пивоварения и разлива позволяют получать 1,8 миллионов гектолитров пива в год. Портфель компании располагает более 16 сортами пива. Следование традиционному искусству пивоварения в соответствии с немецким законом о чистоте пива от 1516 года гарантирует высокое качество пива Айхбаум с 1679 года. Ну что, я предлагаю начать, конечно же, нашу дегустацию с лагера. Премиум лагер. Вот сколько раз я замечал, чем больше надписей премиум, тем шляпнее этот лагер получается. Итак, пока лагер раскрывает свою вкусо-ароматику, а почитаем, что о нем мы знаем. Аромат насыщенный, аромат пива окутывает нотами хмеля и трав. На заднем плане угадываются оттенки хлеба и соломы. Вкус пива богатый, мягкий, свежий, гармоничный, с идеальным балансом между хмелевой горечью и солодовой сладостью. Послевкусие, долгие, с заметной травяной горчинкой. Написано, написано интересно. Пробуем, слушаем аромат. В аромате ячмень, цветочки, чуточку меда, такой вот, знаете, кисло-сладкий аромат. Цветочный, немножечко дрожжей. Пробуем вкус. Вот во вкусе характерная для всего немецкого лагера такая ячменная линия, которая мне не нравится. Довольно так пустовато. Ну, сладкий солод, чуточку цветочков, немножечко меда такого сладенького в послевкусии. А так, конечно, оно довольно пустое, незапоминающееся какое-то совсем. Но в целом неплохо. Для лагера, для лагера можно поставить оценку 4 с минусом. То есть оно не выдающееся, само собой, но и прямо отвратительным я его не назову. 4 с минусом. Есть лагеря намного хуже. Такая осень в лагерях. Следующее пиво у нас Юрай Хэппи Байцен. Хиль. Открываем, наливаем. Пшеничка немецкая. Что нам о нем известно? Юрай Хэппи Байцен Хиль. Светлое пшеничное нефильтрованное пиво верхового брожения со слегка пряным вкусом и освежающим послевкусием. В аромате легкий аромат пива раскрывается сладковатыми нотами тропических фруктов, дополненными оттенками цитрусовых, хлебной корочки и пряностей. Вкус пиво яркий, свежий, слегка терпкий, чистый, гармоничный, с натами бананов, цитрусовых сода, пшеницы, дрожжей и пряностей. Долгим послевкусием с легкой хмелевой горчинкой. Предлагаю попробовать этот Хэппи Байцен. В аромате пряности, гвоздика, тропических фруктов я здесь не наблюдаю совсем. Может быть оттенки цитрусовых есть, но тропиков нет. Вот бананы. Пробуем вкус. Вкус такой легкий, достаточно водянистый. Моты банана, салат, пшеница, пряности. Такое вот легкое, водянистое пивко, ничем особо не выделяющееся. У нас пшеничка есть намного интереснее, вкуснее и нажористее. Тоже неплохо, но и невыдающееся пиво. Оценка 4 с минусом. Друзья, сегодня у нас был обзор немецкого пива Юрейх от пивоварни Айхбаум. На самом деле ничего выдающегося в этом пиве нет. 59 рублей. Цена недорогая. Дороже брать смысла я в принципе не вижу. Пиво такое особо не запоминающееся. Классический немецкий лагерь с течменной линией пшеничка. Довольно воднистая и тоже как-то особо меня не впечатлившая. Собственно, как и лагерь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых пив, друзья! Всем пенного настроения! Вы на канале Смиру по пиву. Меня зовут Роман. И здесь я рассказываю о самом разном пиве со всего мира. Участвую в дегустациях пива как в России, так и за ее пределами. Открываю пиво у себя в секретной лаборатории на кухне. И вообще рассказываю о пиве всякие разные интересные вещи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь всегда интересно. Будет всем любителям пива. Всем удачи и пенного настроения! Уху! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok